Девочки, всем привет! Сегодня у нас будет собиралка, но довольно быстрая, поэтому хотела я обязательно отснять, ну я уже чуть-чуть запаздываю, видео, которое я носила вот в конце июля, последние 10 лет. Посмотрите, как я загорела. Я даже не обращала внимания. Вот эти дни было солнце, и я, получается, по солнцу немножечко ходила, но на работу, девочки, на работу ходила, ничего там не гуляла, никуда. Сейчас минимальный будет макияж, потому что, когда я загораю, в общем-то, у меня нормальный такой, у кожи здоровый вид получается, вот чуть-чуть синяки затру, но они тоже как-то с загаром бледнеют. Я от солнца не прячусь, вот есть люди, у нас сегодня, не знаю, как будет освещение, сейчас дождь, ага, моросит, понятно, значит, нужно надеть такую опусть, чтобы она могла промокнуть, и над носки с собой взять. Девочки, как я устала после отпуска, то есть я физически в отпуске не отдохнула, потому что мы, во-первых, там были, там светлело уже, светлело уже ночью. Я хоть и нормально спала, но я где-то в 5 часов, в 5.30 просыпалась, это было нормально для меня, и поэтому вечером я уже была какая-то не кокушная, и так как еще физически мы вставали, да, мы ходили много, смотрели всякое разное, поэтому, да. Ну, об отпуске я еще как-нибудь в отдельном видео поболтаю, потому что сегодня болталки вот ну никак не получится. Так, и покажу вам мой минималистичный на данный момент макияж, очень быстро я его делаю, потому что я после отпуска, я сразу начала в утреннюю смену работать, и очень тяжело мне это давалось, очень тяжело. И поэтому вся неделя у меня совершенно непродуктивная. Неважно, что бы это не должно было бы касаться, непродуктивно было. Вот, слава богу, сейчас два дня у меня вечерний сменник будет, и я этому невероятно рада. Так, вот, и теперь мой минимализм, девочки. Уже беру Luminous Matte от Essence 02 с полной уверенностью использую, потому что раньше он был такой темноват, сейчас прямо идеально. Мне надо сейчас доставать в августе все бронзеры, которые мне обычно темноваты, потому что сейчас очень смотрится это естественно, нормально, то есть оно не прям сливается, видно, да, я делаю немножечко такой контуринг, бронзинг, но смотрится все это естественно. А светлые надо будет, ну, зимой практикаем, короче, что я калю вам. Так бы хотелось, конечно, я планировала с вами немножечко поболтать, ну, точнее, немножечко, а нормальную болталку устроить, но, видимо, не сегодня, не сегодня, может быть, завтра. Блин, я не успею ногти снять. А, надеюсь, никто ничего не увидит. Я такой лак не увидит на работе, да, мне жалко снимать. Блин, так... Так хочется, хочется подольше поносить на крашеные ногти, лето. Уже, конечно, приобрела трава такой цвет, который обычно, вот он в августе приходит. Но, вы знаете, я сегодня холодный макияж хотела сделать немножечко, потому что возьму Harley Quinn, но тот, который Meta Glow в оттенке Lucky You 02, он такой, он голубой. Так, поэтому я возьму румяна, холодный. Нашла Too Faced. Короче, замечательно, что я начала... А, вы знаете, а у меня, мне кажется, вот этот... А, нет, они все равно разные. Хорошо, хорошо. Ну, когда я вам румяшки буду показывать, тогда сравним. Я не знаю, есть здесь вообще у меня любители румян, или это я одна такая. Просто я... Просто я в определенный момент заметила, что я бледноватая. И вообще, вот обращаю внимание, что молодые девчонки, им вообще косметика не нравится, потому что они и румяные, и, может быть, кожа немножечко прыщавая, хотя здесь менее прыщавая, во-первых, они гормон... Блин, какой дождь пошел. Я приду на работу. Мокрая. Так. Ну, ладно, ладно, все, спокойно, все нормально. Так, и сейчас... А, брови нужно обязательно сделать. Это быстренько. И дождь влажна сейчас каждый день, и такая влажная погода, как будто я в море живу. Очень влажный воздух, дышать немного тяжело даже. И даже волос не имеет смысла заплетать. Вы знаете, если не знаете, то я люблю, когда волос у меня волнистый, и он даже волнистый, кучерявый. Ну, косички, короче, заплетаю. Потом он как-то из-за того, что я в будни куль ношу, он на работе, да, он как-то сам закручивается и становится таким пышно-волнистым. Так. Блин, у меня один седой волос в брови появился, прикиньте. Так. Так что, девочки, болталки сегодня, к сожалению, не получится. Ну, ничего, завтра сниму. Может быть, послезавтра даже получится. Посмотрю, но я вас предупреждала, да, что у меня собиралок в августе будет чуть не меньше. Ну, во второй половине августа будет достаточно собиралок. Нормально будет собиралок. Так, а где-то у меня был... А, вот этот я хотела... Ну, я еще хотела... Такой, знаете, хайлайтер обычный. Блин, вот этот... Ну, ладно, холодный он... Нет, это я бронзер взяла. Возьму тогда... Wet and Wild. Он такой холодный пойдет, потому что у меня такло пойдет вот на вот эту часть у меня все-таки. Так, и теперь, что я, собственно, делаю, в чем заключается мой минимализм. Вы знаете, оказывается, у меня подводки, они разные совершенно. Я думала, у меня от Maybelline обе... Я думала, что я покупала вот эту. А вот эта оказалась такая, с шариком, и она другая, чем вот эта. И, вы знаете, она более стойкая, чем моя Maybelline матовая. Мы пойдем потом с вами посмотрим. Я, наверное, опять куплю вот такую. Раз он стойкая. Так, по форме они похожи. Короче, я рисую стрелки. Стрелки рисую большие такие. Вы видите, как я закрашиваю, вот сюда влазят. Короче, немножечко, может быть, небрежно, но... Оно в том нормально. Блин, надо будет с собой подводку взять. Потому что... Из-за даже я... Как он знает. Может, размазаться все. Теперь надо постараться, чтобы вот здесь вышло так же. Можно вот так вот сделать, и она опять становится... Влажно. И я, как видите, не с самого начала начинаю. И ухожу в толстую стрелку, а вот... От начала зрачка, как-то так. Так, вот это более получилось. А крупная-то... Вот. Тут все равно толстая-то получилось. Ну, стопроцентно одинаковыми девочками они не получаются, нет? Получается примерно одинаковыми. Немножечко, как Алиса в стране чудес. Так. Так, что я делаю? У меня... Нашла я, когда копался в косметике, вот эту палетку от Revolution. И я отсюда использую как тени. Можно было бы, конечно, тени взять, но... Вот этот вот оттенок такой... Нейтральный он. Но даже углубление у меня видно, что я использую это как... От маленькой кисточкой. Вот. Я использую его вот так. Так, тени наведу. А-ля бронзером. И все. Так, и потом... У меня остались только... Сейчас... Харли Квин. Ой, все, надо бежать, девочки. Все, надо бежать. Получку пока оставлю, но перейдем. Не знаю, как вам видно. Так, мне еще на работе переодеться надо. А-а-а! Какой он! Яркий! Он должен быть менее заметный, чем розовый, потому что он голубой. Ну, очень видно, что... Что он такой? Да? Неземной. Девочки, в общем-то и все. Это весь мой макияж. Осталось только ресницы нарисовать. Вот так я крашусь практически всю неделю после отпуска. Потому что в отпуске я красилась вот как надо. У меня были тени, подводка и ту... Ну, все было, все, как я, полно марафонного тела. Хотя обычно люди в отпусках отдыхают, да, косметика отдыхает. Но у меня не какой-то там отпуск был, знаете, на море, море, солнце и что-то такое. А именно был такой больше и больше даже городской, наверное. Хотя природа там тоже была, в Карелии. Ну, девочки, будет еще болталка. Сниму ее как-нибудь на днях. И влог будет. Ну, просто я только вот только в отпуске была. Мне прям все тут же вспоминать сразу не хочется. Почему? Потому что надо было вписаться в рабочие будни и переключиться на рабочий режим. А тело не хотело. Тело хотело еще оставаться некоторое время в отпуске. Поэтому я никак влоги, соответственно, не могла смонтировать. Психологическая штучка такая. Так, девочки, все. Тогда завтра у меня будет два видео. Пусть выходят два видео, не страшно. Пятница. А в субботу есть что-нибудь такое? В субботу, воскресенье я посмотрю. А, ну, в воскресенье у меня все. Там будет видео с... С чем? Видео будет с тенюхами. Да? А вот в субботу, гляну, наверное, сделаю тогда видео косметическое. Не, не косметическое, а наоборот, про духи. Чтобы было не скучно потом, да? Поднедельник потом уже посмотрю. Девочки, всем вам хорошего дня. И до следующего видео. До следующей собиралочки. Ну, уже будет болталка, наверное, подлиннейшая. Всем хорошего дня. Пока-пока. Суббота. 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 Девочки, всем привет. Сегодня у нас будет парфюмерный блог. посвящен он будет десятилетию моего канала и пятый год пошел ну то есть активно уже пошел увлечение моей моего увлечения профмерии девочки на всякий случай говорю что уже к вечеру дело все возвращаются с работы сейчас поэтому может быть окном немного шумно у нас душно жарковато не жара ну жарковато и я после работы поэтому я могу сговариваться но есть настроение поэтому надо использовать это с пользой короче у меня появилось две полочки вот этих сначала я их задумала как нижние полки потом поняла что нет хочу все-таки как парфюмерные полки использовать они будут правда заставлены сейчас немножечко пройдемся я вам расскажу о своих планах ну и как видите да простите это мои пальцы были переснимать уже не хочу не могу так вот тут вот книжные полки я хотела ну короче мне не хватает книжных полок шкаф не ставить новый книжный негде я решил картонные коробки использовать как оля маленькие такие отсеки как нижние полки вот тавтология ну единственное что проседает немножечко вторичное употребление до сырья их не выбрасываю я не знаю какая потом картонных коробок у картона у этого будет жизнь но я решила так пока я ничего не придумала с полочками для книг я буду их вот так вот организовать единственное что видите проседает немножечко если ставлю следующий тут надо что-то придумать еще но я думаю придумать но сегодня про парфюмерию я надеюсь что не очень темно что все еще видно короче сюда я поставила парфюмы вы видите да тут латафа ход он зимний такой аромат кинзон тоже для меня все-таки осенний зимний такой на прохладное время и конфетку тоже я не буду сейчас носить вот этот аромат пусть еще постоять немножечко латафа они такие мыльные на лето вроде как они летние я не знаю пока как их носить куда их носить поэтому вот и коробочки я выкидывать не собираюсь поэтому решила поставить наверх возможно со временем будет все все это составлено так что мне здесь на это полки у меня еще не вскрытая орхидея rare flowers я купила night orchid собираюсь как-нибудь ее вскрыть девочки этого аромата у меня нет в открытом состоянии ажан артез девочки это султан классический он одно время на те на стоил сколько наверное евро 7 6 чем-то 7 евро я короче один купила и подарил уже подружки она по нему тащится если кому-то нравится аромат от бербари который называется по моему бирбари и байпер парим называется нет вроде бирбари короче это очень похожий аналог они чуть-чуть разный в старте потом немножечко в раскрытии но в общем база у них настолько похожа я что и в одном заказе я купила прошлый раз то есть первый раз когда покупала что султана и бирбари и вдыхаю и понимаешь что это практически один и тот же аромат но если у меня давно смотрите то наверняка вы увидели мое удивление распаковки но я все-таки хочу чтобы он не был в коллекции единственное что мне кажется что когда-нибудь мне будет на него настроение и я буду им пользоваться вот поэтому пусть будет не в коллекции но как видите жан артез не собираются пока его снимать его покупать неплохо так тут у меня лавали лавали покупала я в 30 или 50 50 миллилитров я пожалела что я сотку не купила очень яркий цветочный аромат такой цветочный холодный но очень характерно многие говорят что похож на какой-то из ароматов от родригеса возможно я уже не помню честно говоря если у меня ароматы нету подобного то я со временем забывать чем пахнут какие-то там ароматы на которые они впечатлялись гелл гелл скансы и не сень у меня 30 миллилитров у меня есть маленький флакончик в котором 20 миллилитров вот я его чуть-чуть экономлю должна сказать невероятно красивый веселый аромат для меня с я с яркой ноты ириса здесь если не ошибаюсь что тут есть ирис ну короче веселый аромат мне безумно нравится если бы знала что вы будут снимать купил бы еще тридцатку на данный момент где-то у меня точно есть мне кажется 40 миллилитров мне есть при большой коллекции может быть не хватит может быть ему перри выпустят или что похоже будет это тоже девочки запаса аж два аромата это amazing от белбас внизу вы видите он у него распылитель и я купила все-таки 50 миллилитров сотку не стала покупать я подумал что лучше я буду открывать один за другим начинать пользоваться ну и мне нравится вот это более короткая кормушка а сотка она такая более длинная кормушкой я подумал может быть нестабильно будет ну короче нравится мне вот в таком объеме больше а почему я купила здесь яркая нота мимоза аромат довольно сложноватый немножечко наверно такой чуть-чуть как ретро оля ретро конца восьмидесятых или сметь вот 70 80 но он такой цветочный и как я уже сказала да он мимоза тут яркая она такая терпкая она такая как будто не карьковатая ну короче если вы знаете как пахнет мимоза специфический запах но мне очень нравится так вот почему я купила сразу два флакона запас потому что вот бывает иногда настроение на него я прям беру я начинаю обшикиваться и выдает очень много жидкости вот этот вот девочки забыл ну короче вы понимаете то откуда выпрыскивается аромат а я не выговариваю слово пуль пульверизатор неужели вы говорила надеюсь правильно сказал вы понимаете короче выдает слишком много аромата и он очень быстро расходуется где-то за один раз у меня вот примерно я наверное сантиметр выпрыскивается получать я делаю наверное пшика 3 и вот выходит как будто 6 вот и я хочу чтобы был потому что его не так его не всегда легко найти следующий следующий у меня запас пока тут запас только 175 миллилитров 5 авеню но честно говоря я хочу купить 30 . опять у меня была тридцатка я там израсходовал 15 миллилитров точно если не 20 миллилитров там чуть-чуть оставалось я взяла его в этом году в россию и у мамы оставила короче я маме оставила я не стала там флакончики пару флакончиков я мама оставила не было места короче вот но мне нравится почему хочу тридцатку потому что мне нравится как выглядит флакончик возможно даже куплю две тридцатки стоит они выгоднее конечно 75 миллилитров купить чем тридцатку но мне так нравится как выглядит флакончик маленький что наверно вот я прикуплю и тридцатку сначала открою а потом вот когда мне покажется что я прям подсяду на один аромат может быть мне будет такой парфюмерный минимализм не знаю вот тогда я наверно в 1075 миллилитров еще один аромат грэ это маленький кабакин и это уда туалет на самом деле я не прям запас его покупала я думала подарить его племянница но она на первый мой цветочный аромат у нее критичный взгляд было что-то типа это не молодежно это стариковская и я тогда решила во второй раз вы не вести и вот теперь у меня запас но я очень рада потому что туалет на самом деле надо было он летний аромат надо сейчас его достать еще попользоваться им потому что зимой я заметила что он меньше держится как будто а летом вот он более такой яркий цветочный аромат возможно зайдет не всем только тем кто яркие ароматы любят у меня есть и о да парфан тоже но он клеток другом месте стоит может быть мы его увидим 2 пашин дэнс если вы посмотрите у меня еще старое оформление новое оформление на такой же но чуть-чуть другое короче они его снимали с производства когда прошел слух 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 когда прошел слух что они вы снимают девочки я сразу заказал светла потому что я его обожаю очень люблю хотя пользуюсь на данный момент редко то есть он такой довольно характерные роза с пачули и действительно есть вот что-то так они красиво обыграли там еще есть конечно но туда но они вот эту композицию так красиво покрали она действительно вроде как немного старомодная такая привет 90 но мне кажется это классика поэтому я конечно тогда заказал себе сразу два аромата и стоит он довольно бюджетно но они вы сняли и снова выпустили но у него чуть-чуть другое оформление там по моему название по-другому написано обширить что-то цвет ну короче я не жалею что у меня есть но у меня еще первый флакон а кстати когда я нарую youtube потихонечку я загружаю туда старые видео начала уже парфюмерные загружать потихоньку и понимаю что вот этому старенького флакончику уже четыре года представляете вот там с одни один одним из первых я покупала не первый но одни из первых passion dance вот премьер люкс тоже был слух что снимает пример люкс но они сняли практически всю линейку но флаг флагман оставили то есть его все еще можно купить это очень ароматный жасмин сделанный в настроении классической старой школы девочки такое освещение классное да вроде как темновато самом деле на улице еще светло просто сюда уже не доходит свет что здесь еще есть tomorrow и так договариваюсь это мора овлась 50 миллилитров на самом деле еще докуплю потому что периодически вот у меня один открыт мой тоже по моему не 30 . открыта у меня 30 . открыт ну короче я хочу чтобы у меня был этот аромат всегда в коллекции и на подарок и себе здесь у меня два персива на данный момент я еще не выложил из своей коллекции как персив сол девочки все уже перестает быть видным у меня закончился аромат я его там возможно три капельки осталось но он мне стоит я не убираю из коллекции чтобы периодически подходить и вдыхать я не знаю вы так делаете или нет я подхожу к своему парфюмерному шкафу и у меня есть еще две полочки другом шкафу таким более ретро вым ароматом посвященная и я вдыхаю аромат просто иногда хочу подышать пользуюсь ну тоже пользуюсь почему не открываю потому что я боюсь что я закинул другие свои ароматы на него я прям подсаживаюсь на этот персив со уже снятость у эйвен я просто буду только ему пользоваться здесь у меня три аромата экзотик от мадонна экзотик от мадонна потому что это поливашка потому что это поливашка вот я подумала за я не знаю евро 80 пусть будет в коллекции поливашка это закос немножко на эйли ну такой отдаленный закос но мне нравится мне нравится иногда в дому хочется не прям или носители другие более плотные такие закосы а хочется что-то легкое ну короче вот здесь и здесь медитиранин стоит тридцатку мне еще не закончилась а здесь сотка медитиранин от элизабет артен стоит и также вот ирис фетиш у меня закончился я пока не вскрываю новый флакон закончился 10 миллилитров ну возможно когда совсем соскучусь я открою я жадничаю потому что все девочки купить уже невозможно так тут уже темно на этой полке я наверное сделаю паузу до завтра потому что сюда искусственный свет это не имеет смысл снимать нужен дневной девочки короче включение будет завтра